Я сама справлялась с этой квартирой. Ремонт всегда нанимала, потому что была возможность, как-никак, все-таки было две пенсии. А впоследствии вот сейчас, когда уже я похоронила, у меня муж болел пять лет. Через пять лет он умер, вот уже четыре года его дядя. В общем, девять лет уже получается я одна и живу. И сначала по состоянию здоровья я более-менее нанимала, ну, кого из ребят, кто кого посоветует, и что подешевле. Я это справлялась. Ну, а в данный момент уже как четыре года мужа нет, у меня уже получились несколько инфарктов, и всего на свете квартиру. Я не в состоянии, ну, не в состоянии сама уже как бы все это делать. Вас затапливает во время дождя? Льется из этих щелей вода? Нет, эти самые, когда лилось, я нанимала человека, они, ну, молодой человек, мне шиферы, все дырки, все позатыкала. Я лазила сама, кого-то нанимала, ну, знакомые были же делали, а сейчас. И вы вот самостоятельно все это замазываете, а у вас есть дети, внуки, кто-нибудь помогает вам? Нет, дети есть, внуки есть. Внуки у меня маленькие, два няшки пять лет, десять лет. Старший учится в этот самый, ну, дочь воспитывает сына сама, сами знаете, как он учится. А сын тоже работает сутки, ну, маленькие детки, трое маленьких где-то. Нет, вырваться время, особенно с этим как-то. То есть вы все время за свой счет нанимаете людей, которые... Да, 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 все только за свой счет. Чем можно, тем рассчитываешь. Ну, сами знаете, стол накрываю покушать, как обычно. Это у вас так пол проваливался, да, и вы его деревяшками забили, вот, досками? Да, щели уже были там, прогнило его. Уже негде, негде даже этот сонят. Но точить не знаешь где, не найдешь, честно. Пока муж жив был, он мне точил. Чтобы растопить печь и отопить свою квартиру, Галина Семеновна вынуждена затупившейся ножовкой пилить дрова самостоятельно. Я приобрела квартиру, это не так давно, года два с половиной назад. Вы рассчитывали сделать здесь ремонт? Да, рассчитывала сделать здесь ремонт, стянуть дом. Начала, но с уходом с тем, что начали стягивать дом, Начала отходить перестройка полностью. Плюс электричество здесь практически не тянет. Электропровода в аварийном состоянии. Обратились к мэру. Мэр приезжал буквально месяц назад. Сказал, что проще признать наш дом аварийным. Выдать нам жилье на шоссе Героя Сталинграда 44А. Мы согласились, но это все забылось. Буквально через пару дней это все забылось. По поводу капитального ремонта после 1935 года. Но дом не доживет до 1935 года. Стягивать его никто не собирается. Вы сейчас обращались еще раз в администрацию? Да, они уже не отвечают ни на что. Сказали какие-то сроки, когда вас будут переселять? Нет. Он сказал, что как только дадите согласие. Письменное? Нет. Ну вот ему позвонить на следующий день, сказать ему согласны ли все жители или нет. И потом нас пригласят в администрацию для обсуждения этого вопроса. Но мы позвонили, мы сказали, что мы согласны. Нас пригласили в администрацию. Сказали, вернее меня и одного соседа пригласили в администрацию. Мы сказали, что возможно будут делать капитальный ремонт, если ЖЭК выдаст деньги. Или там в 1935 году, когда выделится новая программа, выделят новые деньги. И звоню, и пишу и мэру нашему Бурсакову, и его заместителю. И никто не отвечает на ваши звонки? Никто не отвечает, ничего. Вот вчера позвонила на горячую линию в Симферополь, может после этого хотя бы ответят. Приезжала комиссия, Симферопольская шельфа. Сказали, что 90% в аварийности. У вас есть на руках вот этот акт? Вы дали? Нет. Сказали, что заместителю мэра отдадут. Заместитель мэра говорит, что до сих пор его нет. А в Симферополе сказали, что отдавали. То есть вы уже обратились еще раз в шельф? Да. Да, уточнить, отдали они акт или нет? Да, они отдавали акт. Приезжали по облагоражению дворов. Из администрации? Я не знаю. Ну, мальчик, скорее всего. Сказали, что они по облагоражению дворов. Наш двор записан у них последний. И они приехали составить план. Ну, и рассказывали, что здесь поставят беседку нам, скамейки, ну, зона отдыха. Веревки для белья, вешать для него. Если кто там хочет огород быть, пусть сажает. Детскую площадку поставят. 3D-забор с калиткой нам. Я им сказала, а ничего, что у нас дом балится. Они сказали, это уже не было. Мы по двору. То есть вам пообещали дать новые квартиры? Да, когда он сказал, мне неоднократно, он сказал раза 2 или 3. Что мне лучше признать этот дом аварийный, а вам дать квартиру, здесь же, шоссе Героя Сталинграда, 44, в розовом доме. Земельные участки в общем дворе поделены между собственниками квартир. Они также являются частной собственностью. Как администрация города собирается устанавливать здесь беседки и детские площадки, остается вопросом.